Ребята, всем привет! Солнечная Варшава. Сегодня супер погода, супер настроение. Мы находимся возле Ужонда по легализации и по картам побыту. Ужонда на Маршалковской. Глеб сегодня забирает долгожданную карту. Как настроение, Глеб? Отлично. Супер. Ребята, мы помогли Глебу сделать абсолютно все документы. От него только требовалось его присутствие. Анкету мы заполнили, договор мы дали. Поэтому Глеб сегодня только идет и забирает карту. Это правда. Глеб, ну что, наверное, пойдем, да? Ура! Можно я здесь? Наконец-то. Сколько ты ждал карту? Где-то 3-4 месяца, получается. 3-4 месяца, да? Ну, я считаю, что это довольно быстро, учитывая, что сейчас карантин. Так что я очень доволен. Расскажи, пожалуйста, откуда ты приехал и как долго ты находишься в Варшаве? Я приехал из Петербурга и нахожусь в Варшаве, получается уже около полутора лет. Чем ты здесь занимаешься? Я приехал на работу. Я работаю в Кэрфуре и, ну, там, занимаюсь типа кассиром. А, на кассе работаешь? Да. Понятно. Скажи, пожалуйста, работа тяжелая? Нет, работа вполне нормальная. Мне очень нравится. Всегда платят, всегда вовремя. И, ну, я работаю под домом, так что я, в принципе, очень доволен. В вечернее время или днем работаешь? Работаем по-разному, но есть график, который как бы предварительно выстраивается. Если тебе надо как-то поменяться, то ты можешь просто предварительно об этом сообщить, и они пытаются как бы под тебя это подстроить все. А сколько дней в неделю ты работаешь? Ну, примерно, получается, 5 дней в неделю. По сколько часов? По 8-10 часов. В месяц у тебя сколько вот так выходит чистыми? Без учета налогов, да? Ну, около 3-4 тысяч злотых. В месяц ты работаешь 24-25, да? Ну, да. Ну, так сложно посчитать сразу, но примерно так, да. Ну, выходные имеются? Да, конечно, выходные имеются. Как у тебя вообще ощущения от Польши? Нравится ли тебе вообще здесь? И планируешь ли ты переезжать или возвращаться домой, или ехать куда-то дальше? Мне очень нравится, потому что, во-первых, тем более сейчас такая хорошая погода. Ну, и вообще, этот европейский город, и быть в Европе, это немного другое, чем не быть в Европе. Поэтому я пока что очень доволен. Ну, и вообще, в идеале, я, конечно, собираюсь, возможно, ехать куда-то дальше. Но пока что здесь, пока что здесь все нормально. Вот получил карту, теперь уже будет поспокойнее. Супер. Кстати, вот эта карта, обратите внимание, это официальный вид на жительство, да? То есть, Глеб имеет официальную работу, да? И он получил на основании этого карту Побета. Всегда, ребята, рекомендация, всегда старайтесь устраиваться на официальную работу. Почему? Потому что это все-таки медицинское страхование, да? Это ваше беспеченство, безопасность ваша. Поэтому рекомендуем, если у вас есть какие-то вопросы, напишите, задавайте нам вопросы, мы вам с удовольствием ответим. Какие твои ощущения? Я счастлив, потому что, наконец-то, я полностью легализировался. То есть, сейчас я практически на уровне поляков, только не могу голосовать. Я в первую очередь могу работать, я могу путешествовать, и я просто чувствую себя намного уверенней и за счет этого счастливее. Вы можете свободно перемещаться по зоне Шенген. Это вообще, это огромный плюс. Вы можете, например, даже брать кредит на квартиру. Вы можете путешествовать, вы можете неограниченное количество въезжать-выезжать, да, из зоны Шенген. Да и вообще, ну, карта побыта – это легальное официальное трудоустройство. То есть, обеспечен работой, у тебя есть уверенность в завтрашнем дне. Ну, я бы хотел сказать, что те, кто думают переехать, то стоит попробовать, потому что это, во-первых, не так сложно, как кажется, а во-вторых, очень много фирм, вот как ваши, которые могут помочь, и это делает всю ситуацию еще проще. Поэтому я думаю, что стоит попытаться, во всяком случае. Супер, конечно, надо пробовать, надо покорять горизонты, надо выезжать за границу. Почему? Потому что она нам дает большие возможности, перспективы. Поэтому, ребята, задавайте побольше вопросов, наши менеджеры с вами свяжутся, ответят на любой ваш вопрос. Поэтому пишите нам.